Пока следствие, европейская финразведка и агенты ФБР разбираются с офшорами Януковича, мы в Межигорье приближаемся к цели. Запрятанное в лесу неприметное здание, заброшенная насосная станция. Тут обнаружили секретный подземный ход. Вот что это такое? Сто метров по извилистой трубе, и мы упираемся в свежую кирпичную кладку. Видишь, тут была стена, ее разбили любители. Вот они копали. То есть, вот это стена новая, кладка? Да, она, видишь, и тут бетон, он заканчивается. А дальше вот они копали два метра, видишь? Ломом еще тыкали, может еще там, знаешь, вот оно где-то прутся. Ну, видишь, дальше терпение у них в окно, и они не копали. Цель непонятна. А местные жители рассказывали, что-то? Местные этого ничего не знали. Это голос Андрея, который живет рядом с Межигорием. Он говорит о том, за что еще несколько месяцев назад под землей можно было остаться навечно. То есть над нами раньше был дом Хрущева, Янукович его снес. А коммуникации, которые остались под домом, остались. И вполне возможно, что где-то здесь рядом еще какой-то бункер. Есть, конечно. Там и есть бункер в стене. Он заложен там плитой такой. Да? Да. Вы знаете? Бетонный. Ну, там есть бетонный. Помнишь, что я показывал бетонный? Залили они его, ход был там такой. Мы залили бетоном туда. Помочь найти вход в Межигорское подземное хранилище может бывший завхоз, некто Файницкий. А также начальник охраны Януковича Кобзарь. Они наверняка знают тайну бункера. Но оба в бегах. Поэтому, как попасть в схрон Януковича? Какие драгоценности и сколько денег в нем, возможно, до сих пор прячут? Еще предстоит выяснить. Нету логики. Если бы тут был тупик, зачем строить вот эту шахту? То есть она все-таки же должна была вывезти? Возможно, они ее ввели к этому бункеру или что? Нет, я так понял, что они старые, типа, для всех закрыли, а новые, чтобы никому не показывать, делают. Денис – революционный комендант Межигория. Он появился тут в первый же день исхода короля этого поместья. И теперь на нем все хозяйство некогда секретного объекта. Денис и сам хотел бы добраться до бункера. Но сомневается, что там остались деньги. Денег Януковича не было. Здесь не было точно никаких. Ни гривен, ни долларов, ни евро. Не видел. Ну, лично я не видел. И думаю, что никто не видел. На спасение имущества времени у Януковича действительно было предостаточно. Это уникальные кадры с камер наблюдения Межигория. Они свидетельствуют с 19 по 22 февраля, когда в центре Киева снайперы и автоматчики расстреливали митингующих. Тогда еще президент активно паковал и вывозил награбленное. Возможно, именно это видео поможет нам выйти на след украденных богатств. Смотрим внимательно. Минимум 4 дня подряд на каталках и в коробках работники эвакуируют ценные вещи. Картины, иконы, вазы и скульптуры. Горы ювелирных украшений. Оружие, часы и еще неизвестно что в маленьких и больших футлярах. Все самое дорогое сердцу президента течет потоком в грузовики. Янукович лично контролирует процесс. 21 февраля он все же отрывается от домашних дел. Едет на банковую, подписывает соглашение про урегулирование кризиса. После чего поздним вечером навсегда улетает из резиденции. Вслед за ним колонны грузовиков вывозят ценности в неизвестном направлении. Очевидно, что если забирали картины, то и деньги из Межигорье вывезли. Но сколько? И главный вопрос, куда? Мы продолжаем поиски. Субтитры сделал DimaTorzok